Всем привет! У нас утро. Катюха собирается готовить завтрак. Катя, расскажи, что у нас будет на завтрак. Омлет с помидорами и щавелем. Омлет с щавелем? Что шпината не было? Катя любит омлет со шпинатом делать, но шпината сейчас нет, она решила с щавелем. Я не знаю, что с этого получится. Щавель достаточно кислый. Так, сейчас у нас будет омлет с молоком, бужениной, щавелем. И помидором. Интересненько, интересненько. Ты что, только что купалась, да? Только заметила, что у тебя мокрая голова. Идемте посмотрим, что делает лисенок. Она уже тоже не спит. А лисенок тут ест кашу. Да? Вкусно? Алиса уже вовсю начала ходить. И я даже сняла видео, как она делает рум-тур, куда мы переехали на ее канал Лисенок. Вроде она озвучивает, сама рассказывает. И она ходила весь этот рум-тур ногами. Я оставлю вам ссылочку под этим видео. Обязательно посмотрите. Это просто чудо какое-то, как она много ходила. Кать, ты знаешь, что видео про пранк с тобой уже миллион набрал? На твой день рождения. Пранк. Миллион? Да. Что это у нас за ножик такой облезлый. Так, досточка у нас только одна, к сожалению, здесь пока, в этом доме. Мы его снимаем. Мы только недавно переехали. Это я рассказываю для новых зрителей. Поэтому Катя режет помидорку на тарелки. А ты что, пьешь молочко? Как там омлет? Смотри, у тебя уже волосы подсохли. Я их сушила. Ого, какой он красивый. Ничего себе, прям кулинарное искусство. Люди уже пишут, Катя, что тебе надо в повара идти. Повара, который не умеет творить пельмени. Они у меня постоянно разваливаются. Но пельмени своих большого ума не надо. Зато все остальное у тебя вкусно получается. Спасибо. Лисюшка собирается купаться и выбирает игрушки, которые возьмет с собой в ванну. Тут уже и кораблик ждет. Да, корабль где-то вставку. Здесь вода не сразу идет теплая. Надо некоторое время ждать, пока она нагреется. Поэтому мы ждем, и Лиса ждет. Все вы там рассматриваете, так оба. Мы сейчас будем пробовать завтрак, который приготовила Катюшка. Ну, Лиса же не будет пробовать, я надеюсь. Пахнет аппетитно. Правда, меня вот трава смущает. Это не трава. Это что? Угадай. Ну, похоже на щавель. Да, это щавель. Хотя Катя хотела со шпинатом. Катюха, как всегда, в наушниках, в телефоне. Наушниках не шумейка. Ты меня слышишь? Неужели? Убирая такой дом, точно можно похудеть. Это, безусловно, огромный плюс. Я тут во всем нахожусь. Листочка? Да, иди помогай, Листочка. Иди помогай. Хочешь полу помочь? Да, если ты похудеешь, это большой плюс будет. На кровати просторней будет. Идите, моя умничка, мой заяц. Ой, так спеши. Так спеши. Так спеши. Выдешь к ним? Выдешь? Смотри. Вот так. Раз, раз. Раз, раз. Смотри. Хочет наступить на швамбу. Что ты там тулишь-то? Все равно ты попадаешь. Все, уехала, швамба. Пап, дай деньги. Ты моя хорошая. Давай топ-топ, вставай. Вставай, хватит ползать. Ты уже ходишь хорошо, все уже знают. Фонтан. Любимый фонтан работает. Больше всего Алиса любит из этого фонтана вытаскивать шарик и потом вставлять его обратно. Все, не получается? Не вытаскивается? Тренируйся, тренируйся, долься. Ой, че-бойся. Заносит. Заносит, да, зайчик? Катя уходит на ногти. Иди, поехали. Все, наверное, заметили, что Насте нет в видео. Ни вчера, ни сегодня. Так вот, Настя уехала в Киев. Она сейчас, уби мамы, в гостях. Уехала по своим делам. По каким пока не буду рассказывать, чтобы у нее все получилось, что она хочет. Ты тоже Катю провожать идешь? Алис, стой, как это? Алис, ты куда? На улице? Исследователь маленький. Недовольный, они дали пойти. Неудержимая уже. Да. Сейчас по-любому полезет на лестницу. Лисенок. Путешественник. Мне, Костя, лучше подстрахуй, это опасно. Мы ее вообще одну так не отпускаем ползать по лестнице. Потому что, вы сами видите, здесь между перилами можно запросто выпасть. И высота очень большая. Кстати, Кость, она и между ступеньками выпасть-то, по сути, может. Видишь? Вот здесь. И вниз она стопится, может. Каку! Каку! Да, так что лучше рядом быть. Ух ты! Каку! Сложно. Да, она с этой лестницей быстро разовьется с такой зарядочкой. Пойду я пробовать омлетик, пока там папа с Алисой бегают. Ммм, он нежный-нежный. Такой прям воздушный омлетик. Так, Катя, если смотришь мои видео, спасибо тебе еще раз за такой вкусный завтрак. Мы позавтракали. Да, Алисочка? И собрались выйти погулять во двор. Иди к нам, пусик, иди. Смотри, собачка тут наша, шарик. Вставай, вставай, Доча, на ножки. Сейчас мы погуляем во дворе немножко на воздухе. И пойдем проведаем наших животных. Катя с утра их уже кормила, поила. И мы пойдем посмотрим, все ли там хорошо тоже. Но сначала погуляем во дворе. Ну что, может попробуем освоить детскую площадку? Давай по ступенькам она залезает вот туда. Ее к этой лесенке давай. Даже интересно. Ей тут и без этого интересно. А, на качельку свою увидела. На качельку Алиса хочет. Ай, тетяк. Ай, тетяк. Смотри, на пузиком упирается. Ей надо бы как-то... Может, неправильно висит качелька? Может, она чуть-чуть должна с наклоном назад висеть? Чтобы она спинкой бы упиралась. Тут же это. Тут же это пришло с мячиком. Игрушку свою принесла. Слушай, у нас же, по-моему, кольца привезли вот у собачьей, да? Да. Надо в сарае посмотреть. Да-да-да. Надо попробовать. Может, она будет играть. Надо бы, давайте, сделать подарочек. Да? Чтоб она к нам хорошо относилась. Алиса решила пойти на батут. Ух ты, ух ты, ух ты. Ой, смотри, да, это сетка трухлявая. Алиса. Довольная ползает по батутам. Мы тут живем не одни. Тут еще люди снимают. Здесь аж три дома сдается на одной территории и общий двор. И тут сейчас с джетой ходит мальчик. Я пока не знаю, можно ли его снимать на видео. Поэтому стараюсь не брать его в кадр. Надо спросить у родителей. Да, трухлявая. Ух ты, надо узнать, сколько такая сетка стоит. Я уже смотрела в интернете, где-то четыре тысячи. Она не дешевая, да. Да, если покупать, то... Или договариваться в счет съема. Или, может быть, с другими, кому батут тоже нужен. Ну, скидываться, не знаю. Да, да, мы же будем забирать. Конечно. Там у нас шарик сейчас под батутом караулит. Я джету боюсь немного. Я бы с ней поиграла, но она меня укусила в первый день, когда мы сюда заехали. Я думаю, что сейчас возьму я у нее мячик, а она решит, что я отбираю. Алиса папу загоняла. Папа тоже похудеет. Ну да. Ты, главное, рядом с Джетой не бегай, ты тоже за ногу цапнет вдруг. Знаешь, как пони по круглой арене. По круглой, ты за ней бегаешь. Датенька, пойдем еще погуляем на площадке. Пойдем. Нет? Иди к папе на ручки. Да, что запомнили. Иди на ручки к папе, Алисочка. Собачку смотрит. Бери, пойдем попробуем на площадку. Лови. Все, выловили. Залезай, Алис. А посади ее наверх. Пусть она увидит, что там наверху. Это же она не знает, куда можно залезть. Смотри, доча, какой домик. Ой, это не наше. Ну ладно, пусть посмотрит. Лисюха. А горки здесь, наверное, нельзя сейчас пробовать съезжать. Их помыть надо. Вон, они еще мокрые и грязные, да. Да, Алиса и не умеет съезжать еще с горок. Надо нашу привозить. Сначала там потренироваться. Да-да-да, на вырастайке надо научиться. Тут и песочница есть. Сейчас я сложу обратно игрушки. Кость, тут, кажется, грибы растут в траве. Ну, понятно, что какие-то поганки. Я сначала подумала, улитка. Шарюшка. Ну, чему выходит уже? Все, шарик мне запачкал рубашку. Прыгнул на меня лапами грязными. Теперь опять придется переодеваться. Ну, что, пойдем к зверюшкам сходим? Сейчас я еще отрежу тыквы. Хоть Катя их и кормила, но сочку она, по-моему, если ей давала, то точно не тыкву. От тыквы они не откажутся. И огурчиков. Все, вот так я нарезала. Вот гараж, в котором живут наши животные. Сегодня нашему кролику Тимке привезут огромную клетку. Уголек. Какую песчаночка наша черная вылезла. Уголек. И серые тоже. Я не знаю, хорошо ли вам видно. Это через контейнер съемка. Какую молнию. Хомячок Борька кушает тыкву, смотрите. Понравилось. А Маус тащит себе в домик всю тыкву. Маус, ты бы уже вообще не выходил из домика, да? Это мой любимый рыженький хомячок. Все, проведали животных. Угостили тыквой. Пойдем сейчас укладывать Алису спадки. Я, наверное, сейчас этот влог выпущу. Лучше вечером потом вам еще один выпущу, правильно? Чтобы вы были в курсе, что у нас происходит. Так что всем пока. И ждите еще один. Субтитры сделал DimaTorzok